Это был третий день наших прямых эфиров с Шульгой. Неделя здоровья продолжается, набирает обороты. Сегодня был гормональный баланс. Всем важна очень острая, актуальная тема. Возможно, где-то болезненная, но сегодня мы разбираем ее мягко, вкратчиво. Самое главное, с правильной основой, с нашей базой. Всю неделю мы договаривались, что тему за темой будем разбирать. Мы разобрали уже желудочно-кишечный тракт здоровья, познакомились вчера с темой ОРЗ, ОРВИ и последствия. И идем дальше по нашим потребностям. Есть все-таки у каждого из нас свои, я не буду говорить слабые места, но какие-то пункты, которые хотелось бы улучшить. И, возможно, по каким-то причинам еще не получилось это сделать. Может быть, не было настроя, может быть, не видели всю в целом ситуацию, какие-то пункты выпускали. А сегодня или за этой неделе вы собираете полный пазл и уже в более ресурсном состоянии заходите в свою проблематику и вообще убираете из своей жизни. Вот так. Напишите, как вы сегодня себя чувствуете. Тема у нас как раз и широкая, сложная, с одной стороны. С другой стороны, ну да, более простая. И гормональный баланс – та сфера, где, конечно, мы видим и связь с пищевым поведением, и нашу, ну такую обычную жизнедеятельность. Все, что мы делаем, каждый день, каждую секунду – это гормональный баланс. Никуда от этого не деться. Хочу я есть, пить голодной, сытой, спать, вовремя просыпаться, выходить на тренировки, заходить в деятельность, в проектную деятельность, чувствовать себя хорошо, счастливо или, наоборот, подавленно, проявлять либидо – это все гормональный баланс. Ни больше, ни меньше. И каждую секунду здесь сразу вводной скажу, чтобы мужчинам тоже было интересно. У мужчин, конечно, все попроще с гормоном. Есть другие сферы, где у мужчин посложнее, но в гормональной уж истории не хочется вылезать из кровати, вижу комментарии, да. Ну, время сейчас такое, да, в феврале сегодня будем разбирать техники, что надо сделать, чтобы вылезать из кровати с удовольствием. У мужчин все-таки вот к 18 годам, я так утрирую все равно, ну, допустим, к 12, когда гормональный фон начинает уже брать на себя, стабилизация к 18 проходит, дальше это все ровненько идет всю жизнь. Единственное, что с тестостероном нужно вот прям вот хорошо подружиться, понять, ну, какие-то простейшие техники саморегуляции у мужчин, конечно, работают быстрее. Что тут говорить, даже на тренировке, когда мужчина приходит, получает быстрый, четкий результат, в отличие от нас. Чтобы нам похудеть, девушкам, это надо композит тела поменять. Мышцы стабилизировать, жир подкожно-вестеральный убрать, нам, конечно, сложнее. И это нужно понимать, учитывать и не гнаться ни в коем случае за какими-то привычными действиями для мужчины и понимать, что мы совсем другая система. Всем еще раз доброе утро, да. А система все-таки женская, это просто какой-то космос. И вот гормональный баланс здесь проявляется в полной мере. И я сейчас говорю даже не про ПМС и состояние, когда ты просто не контролируешь ни голод, ни сон, вообще все начинает выкручивать, а тончайшую связь нервной системы с эндокринной системой. Многие недооценивают. И мы сами, девушки, себя в такую ситуацию можем загонять. Как-то неудобно проявлять свои эмоции, чувства. Женские вот такие проявления подавляются, как правило, особенно в мужской агрессивной среде. Ну, само выражение там «папа дура». Но я уверена, что вот в нашем сообществе сейчас вот это понимание тончайших настроек в виде гормонального баланса, оно притягивает на себя больше внимания и уже вызывает на самом деле не какие-то порицания, а наоборот уважение большое с пониманием, что даже несмотря на сложные вот такие гормональные всплески, мы всё равно в современных условиях вообще-то себя хорошо выражаем. Но мир меняется, и условия уже, вот эта полная луна, новолуние, какие-то издержки в нашем поведении уже не воспринимаются как какая-то блажь и глупость полная, а принимаются с уважением. И, между прочим, на Западе даже принимают на работу, учитывая циклы месячных, чтобы понимать, когда заходить вот там, не знаю, в отчётный период. Нужно ли сейчас требовать срочно сдать годовой план или нет от девушек. Это учитывать с умными руководителями и мужчинами уже в том числе, что интересно. Ну, по женским нашим настроениям мы и так знаем, что, соединяясь вместе где-нибудь, на яхте мы живём, мы начинаем так синхронизировать, что одновременно циклы приходят у всех. И если уж там ретроградный Меркурий вдруг напал на всех, он, конечно, выкручивает всем абсолютно эмоциональную сферу, равно гормональную сферу. И вот здесь самый главный пункт, с чего мы начинаем. Нервная система неразрывно связана с эндокринной. Если нам грустненько, это не просто блажь какая-то. Мы действительно чувствуем грусть по причине. Есть кортизол повышенный. Мы не можем дофамин от этого и серотонин поднять, потому что гормоны, как правило, они двойные. Они антагонисты. Если есть в крови инсулин, вот мы сладкое съели, соматотропин пошёл по устаточному принципу, его не будет в крови на фоне инсулина. И наоборот, потренировались, соматотропин пошёл, потренировались, я имею в виду, не только железо и какие-то виды, такие агрессивных спорта, агрессивных видов спорта, но даже ходьба быстрая, скандинавская, уже поднимает хорошо соматотропин в крови. Вопрос, как долго он там будет. И мы меняем гормональный баланс в первую очередь от нашего настроения. И вот это не шуточки, на самом деле, пойти, ну кто как решает, в магазин платье купить или себя там баловать. И задача наша сегодня на нашей встрече – разобрать, чем мы можем себя баловать так, чтобы это не было деструктивно, как заход в пиццерию или в булочную. Это не наш метод, это точно не уход за собой, а понимание и полное уважение к своим состояниям, с принятием, с возможностью дать себе сферу для реализации и так далее, по пунктам сейчас пройдемся. Не будем заходить далеко от физиологии, сразу проговорю, смотрите, сейчас отключу комментарии, как всегда, не пугайтесь. Все-таки, если мы создаем базу, вы точно разберетесь без меня, как себя какими-то тешить нежными, может быть, не очень, пунктами, которые гормональный баланс все-таки поддерживает. И здесь мы должны понимать, что есть сфера здоровья, когда мы не можем с собой справиться, но это про здоровье. Есть сфера серьезных дисфункций, когда щитовидная железа, гипоталамус, гипофиз, надпочечники не работают, так как генетика нам заложена, что-то пошло не так. И эта сфера, про которую мы сегодня говорим, она в любом случае будет работать только в плюс. Даже если мы заходим уже в какие-то серьезные причины нарушения гормонального фона, если есть синтетическая гормональная терапия, все равно все техники саморегуляции будут работать только в плюс. Это не замена одного другого, это видение общего поля. Если мы пытаемся приемом синтетических препаратов как-то отрегулировать гормональную сферу, это такое грубое рабочее вмешательство, но позволяющее, вот если мы берем гипо- или гипертериоз, просто для примера, подкручивая одно, мы в любом случае будем влиять на другие гормоны и не давать им шанса быть в балансе. И не видя общей картины, мы не сможем за период терапии выйти в здоровье. Здесь нужно понимать. И еще к началу скажу, что все-таки гормональный баланс это долгосрочные мероприятия. Это должна быть система, чтобы тело почувствовало, что все, я в безопасности, я могу включать техники саморегуляции, мне ничто не угрожает, я в благости нахожусь. В это нужно в состоянии зайти неоднократно. Гормональная терапия длится, если говорить про протоколы медицинские, от полугода. От шести месяцев до полутора-двух лет. И это постоянный подбор препаратов, но без этой базы зайти куда-то в здоровье будет невозможно. Поэтому давайте начнем все-таки, отталкиваясь от нашей основной темы здоровья. и желание захотеть быть здоровой, это тоже имеет большое значение на всю эндокринную систему. Первое, что нужно делать, конечно, засыпать вовремя. Это физиология, ее никуда не деть. В темное время суток. Ну, это зависит от среды, от часового пояса. Если говорить про среднюю полосу России, то примерно с 9 вечера до 3 часов ночи у нас начинают вырабатываться как раз те самые гормональные техники саморегуляции. Если мы днем поддерживали себя и как-то реагировали на активность мягких тканей, твердых тканей, центральный нервный систем парасимпатический, и все это гормональный танец бесконечный каждую секунду, то ночью у нас есть шанс восстановить этот концентрат нужных белковых и жировых оснований. Это гормоны, которые заставляют наше тело уже самообновляться и на следующий день дают нам нужную концентрацию. День в день. И, как правило, вот если мы заснули и крепко спим, не пропуская мелатонин вечером, в 9 часов он у нас все-таки вырабатывается уже в крови. Если мы засыпаем крепко и спим уже с 11 часов ночи, то есть шанс и на горелин и лептин, сытый сголы, чтобы мы, вот программа питания-то разбираем, чтобы мы их легко выполняли, без натуги, без вот этого ожесточения, чтобы как раз-таки самототропин, допустим, гормон молодости, красоты нашей, плотной кожи, залог того, что и коллаген будет вырабатываться, и вообще-то мы будем в хорошем самочувствии и по внешнему виду, и по состоянию быть, дайте шанс. Если мы пропускаем ночь по глупости, ну там, не знаю, затусили где-то, или по важной причине уход за ребенком, все равно будут последствия одинаковые, на самом деле. На следующий день сложно и есть правильно, будет срывать на сладкое и жирное одновременно. Это невозможно, это даже не вопрос сильной воли, это вопрос только того, что не работает гормональный баланс, как он должен. Грелин мы не чувствуем голод естественный, а лептин мы не чувствуем окончания, когда мы насыщаемся. И можно есть бесконечно, и хочется прям вот поднаесть, чтобы нейроны восстановились после недосыпа. Это мы должны знать. Самое лучшее для гормонального баланса – это правильно вовремя зайти в сон, выспаться. Мы никогда так хорошо не выглядим с утра, как после прекрасной ночи, и с глубоким сном, и с легким пробуждением. Если есть какие-то вопросы именно по технике саморегуляции сна, мы после основной части обязательно это проговорим, прямо разберем по вопросам. Сладкое из пищевой программы точно нужно убирать, и нет ничего хуже, чем поход за чизкейком и булками в период грусти и печали. Будет еще хуже, точно не поможет. Сладкое, вы уже знаете из наших прямых эфиров, провоцирует, да и не из наших, а по жизни и по своему опыту, естественно, по грамотности провоцирует воспалительные процессы. И на инсулине самое главное, вот эта физиология, мы не мифотворчеством занимаемся, а тем, что реально с нами происходит, просто блокирует саматотропин, заставляет на этом фоне и кортизол тревожный подниматься. Кто интересуется программой питания, можете почитать Ковалькова, доктора, он любопытный мужчина в том плане, что он очень диетолог, который очень сильно сам похудел, сам себя привел в форму, это лучший вариант диетологии, когда диетолог знает, чем имеет дело. И похудел он из очень большого веса, превышение индекса массы тела больше 30, это было прямо ожирение третьей степени. И он как раз увлекался клиническими исследованиями, а что происходит с телом, ведь больше 100 кг веса жирового, это очень серьезное нарушение по обменным процессам. Это нам, худышам, легко какие-то вопросы, там, давайте спать, давайте тут здесь поедим, остановимся, а когда уже гормональный фон нарушен за счет лишнего веса, это прямая взаимосвязь, очень сложно зайти в нужный ритм, вот в метаболизм, даже простые усилия выйти на улицу, прогуляться 20 минут активным шагом, это невероятно сложно себя заставить, это факт. И клинические исследования, ряд, которые он собрал, нашел, не сам проходил, а вот собрал там свои публикации, очень любопытные, как раз, как кортизол влияет на усвояемость сладкого с жирами на наши жировые депо. У нас вчера был хороший вопрос, как сделать так, чтобы углеводы плюс жиры не заходили в жировые депо. Никак, они в любом случае, это прям парочка, которые, углевод хороший проводник, проницаемость клетки повышает, а жиры – это фактическая основа наших жировых отложений, в кавычки берем. Это наша просто физиология. Есть депо в нашем организме, которые по причине собираются. Мы благодаря этим депо выживали многие тысячи лет, и никуда от нас этот механизм не делся, с хорошей надеждой технологичной, с машинами, с центральным отоплением, все равно этот режим работает как есть. И по клиническим исследованиям, которые проводились не для того, чтобы оправдать себя, нужно было понимать, что происходит с организмом. Если ты съедаешь десерт, какие-то запрещенные продукты, в кавычках тоже берем их, не существует запрещенных продуктов, это только наше внутреннее видение пищевого поля, то есть, что мы можем хотеть, но заставлять себя не есть. С другой стороны, можно просто там, вот я когда в магазин прихожу, для меня вот холодильник, где стоят там торты какие-то, сырки глазированные, для меня это не еда, я ее не воспринимаю как что-то аппетитное, интересное, поэтому ни запретов нет. И так работает, в принципе, с пищевым поведением. Мы можем вытянуть из запретной зоны и вообще из пищевой программы некие продукты. Но если мы что-то съели запрещенное, которое себе где-то там за кромами оставили, как продукт, который желаемый, но мы его вдруг вычеркнули, и на фоне чувства вины повышается сильный кортизол, повышает в 3-4 раза больше количество проницаемости простых углеводов и жиров в жировые капсулы. То есть, вечером вы съедаете чизкейк, если вам, ничего страшного, завтра утром отработаем на тренировочке, без проблем, ну, плюс на весах с утра будет, ну, плюс 200 грамм, если вы себя мучите, вот прям, а, зачем я это сделала, вот как это так, до 700 грамм вот эта вот разница будет растягиваться. Вот такие клинические исследования, они забавные, но это говорит о том, что все-таки мы вот это вот понимание нашей физиологии должны конвертировать в хорошее взаимоотношение с собой, прям отстать от себя, дать возможность жить весело, приятно по новым программам и себя не кошмарить. Вот с этого в том числе начинаются техники саморегуляции, поэтому убрать сладкое из пищевой программы это такой пунктик умозрительный, сладкое бывает разное, это бывает и корица, например, сладкий аромат, это бывает и долгий углевод тоже как та самая энергия, которая дает нам силы и гликогеновое депо закрывает как минимум. В этом нужно просто поразбираться, что есть рафинированные сахара, почему они не должны быть в программе, наши пищевые, как комфортно их заменить, потому что есть все-таки вкусовые рецепторы, которые требуют сладкого вкуса с утра, и это простой прием, утром была сладость на языке, вечером ты не будешь переедать и срываться, это факт. Поэтому на этом пункте чуть подробнее разобрала, чтобы вы не думали, что это какие-то догмы, в которые надо зайти и себя закошмарить, наоборот, просто разобраться, один раз вы узнаете, как обстоят дела, и вы уже понимаете, что есть про вас, а что есть какие-то вымыслы, и вы спокойно можете свои даже пищевые программы менять. Сейчас про программу питания тоже отдельно покажу, из чего может состоять наш конструктор. Центральная нервная система, такой пункт, он может быть сложновато звучит, тоже мне скажите, если где-то далеко от нашего, видения нашей жизни, но я искренне считаю, что дать шанс на обновление центральной системы обязательно нужно. Мы можем так себя зацикливать, заходить в какие-то ужасные заморочки, вот все начинается по классике, по Джоди Спензе, все начинается с нашей мозговой деятельности, абсолютно лишней, мы вдруг решаем головой какие-то вопросы базовые, может быть, гораздо более глубокие и архетипичные, чем вообще наша сейчас жизнь, но мы почему-то решаем все нейронами, вот мы загоняем себя в проблему, зацикливаемся, этот пункт не дает нам спокойно жить, меняет не просто наше настроение, вот это вот нервное волокно от мысли, оно действительно запускает импульс, оно превращается в такой твердый канат, если мы бесконечно прокручиваем одно и то же, этот твердый канат запускает, в смысле нейронных связей, запускает изменения гормонального фона, и нам достаточно даже нескольких часов, чтобы ввести себя в ужаснейшее состояние по и гормональному фону, химическим, то есть можно взять прямо анализ крови, проверить, что да, кортизол просто выше нормы, невозможное состояние для соматотропина и дефамина, они уже не будут вырабатываться, и либидо не будет подниматься, все, на кортизоле мы спасаемся бегством, нам тоскливо, тяжело, и еще там адреналин можно подхлестывать. И в обратную сторону, мы же точно так же, по тем же самым связям, можем только в плюс работать на обновления, на новые программы, может быть вот эту свободу восприятия, и это особое ощущение, которое вы все, мы все прекрасно знаем, когда ты приезжаешь в место с красивой природой, с горизонтом, рассвета, закаты, тебя там кормят все в доступе, не надо сверхусилия делать, дня 3-4 мы не можем переключиться, это как у нас на яхтинге бывает, просто ты и телефон, и там позвонить, и здесь вот это все мониторишь. На четвертый день такое равнодушие к суете приходит, просто пффф, это не потеря конверсии, но все продолжает делаться, но вот это внутреннее ощущение, пффф, без проблем, оно приходит, и его можно внешними стимулами взять, а можно изнутри самим создавать, потому что от себя, как правило, не убежишь, и если научиться вот такие техники включать, они интересные, медитативные может быть, где-то не обязательно даже сидеть в особых условиях, дышать, просто заходить в эти состояния, даже на ходу, может быть, где-то в очереди в супермаркете, это все наращивается, просто организм умеет это делать лучше, нас расслабиться, зайти в состояние, очень полезно, если у вас гормональная синтетическая терапия, и нет вот этого трюка, обязательно познакомьтесь с ним, и тогда есть шанс на, через обновление центральной нейросистемы, прям перезагрузку, которую вы можете сами стимулировать, или внешними условиями, если самим сложно, дайте шанс вашей эндокринной системе, она точно все считает, иначе мы будем бесконечно бегать от тигров, и бояться жить на кортизоле придуманном, это буквально коротко, близость и безопасность сюда же идет, и мы можем внешние условия создавать за счет теплых отношений тех, кто рядом, и это все-таки психотерапия такая самая тяжелая, все психологи знают, что семейная психотерапия, это самая тяжело поддающаяся система на нововведение, это такой клубок взаимозависимости, претензий и так далее, здесь работа хотя бы одного члена семьи над собой, ни в коем случае не над другими, но вот этот посыл, пример, не знаю, молекулярная связь, она может работать в плюс, вот мы начали сегодня с того, что мы отстанем от себя, не будем себя кошмарить, и следующий вот этот вот пункт, он один из другого вытекает, отстать от других, вот это самое лучшее, что можно сделать, дать шанс другим точно так же на обновление, не провоцировать некие шаблоны, это невероятно сложно, самая болезненная история, и все эндокринологи знают, что все-таки гормональная терапия начинается с правильной атмосферы дома, где есть близость и безопасность, истинная близость без накрученных вопросов, как только идет гормональная серьезная перестройка в патологии, эндокринная система, она по-всякому может выражаться, не только щедовидная железа, это целая цепочка действий, и вся там репродуктивная наша функция зависит от близости, возможности допустить другого человека просто в свое поле, без защиты, без агрессии, без подколок и так далее. Тема сложная, но одновременно простая. Как только научимся обновлять центральную энергосистему, это простейший прием, прям по щелчку пальцев можно это делать, научить нейроны заходить сюда, то близость и безопасность она сразу наращивается, приходит. Шаг, пункт по центральной энергосистеме один-два дня, прочувствовать и просто повторять, 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 чтобы тонкий канат превратился в огромное русло этих новых нейронных связей, которые просто затмевают предыдущие паттерны, работает. А близость и безопасность, она как следствие приходит. Но здесь шаг будет на полгода вперед. Если говорить про внешние изменения ваших близких, то через полгода они почувствуют себя в безопасности рядом с вами. И дайте шанс, ну просто в голове держите на полтора-два года вперед, пересекается с включением гормональной терапии по синтетическим гормонам в жизнь. И на самом деле, если параллельно это делать, даже серьезные патологии могут уходить. Вот, сейчас мы это тоже обсудим. Если не сложно, поставьте мне, я пока комментарий выключила, поставьте мне сердечки, если все доступно и понятно, если сложно, полная тишина тотали, я буду понимать, что можно ее простить. Два пункта тоже очень важные. Социум и реализация себя, неразрывно связанные с ощущением либидо и тех самых витаминов счастья, вот этой любви. Так, сердечек нет, значит, сложновато. Хотя нет, пошли. Ладно, сейчас мы обсудим. Дождитесь. И если у нас нет своего собственного дела, предназначения, это такие пункты очень важные. Почему их подчеркиваю? Казалось бы, где тут нутрициология, ароматерапия, парафармацевтик и социум и реализация? Ну куда уж здесь проговаривать? Но это общее поле. Мы без этого никуда не денемся. Если мы не знаем, зачем и почему мы все это делаем каждый день, невозможно что-то искусственное подкрутить. Просто невозможно. И либидо — это по факту творческая энергия. Мы ее выражаем тогда, когда есть полное здоровье и изобилие внутри себя, которым мы можем делиться. такой неразрывный танец гормонов. И в завершении вот этого вот обзора, из чего, из каких крупиц, из каких пазлов придется собирать полную картину, все-таки с одной стороны сложно и спать вовремя, и программу питания включить, и вот здесь подключить. Но если ты расслабишься и заходишь вот в это состояние, да все можно, и все нужно, и все хочу. Меня все устраивает, но хочу немного больше, примерно вот такие мысли и действия. то у нас есть гораздо больше шансов. Видим это поле, понимаем, что у нас хотя бы полгода должно быть после наших прямых эфиров для изменения. Не здесь и не сейчас, а просто принять изменения и идти за ними. Вот. И давайте уж я знаю, что будут ко мне вопросы там, ладно, а конкретно что делать? Просто покажу, с чего все начинается. С чего-то же надо начать, правильно? То есть вот здоровый сон. С чего начать? С легкого ужина, не перегружая себя там углеводами на вечер. Например, с правильного пробуждения. Такие трюки вроде бы механические, но они все-таки дают уже заход в технике саморегуляции. Любая система будет работать, с чего бы мы ни начали. Можно начать с Джоди Спензе и медитировать по полтора часа. Можно начать с правильной программы питания и понимать, что это тоже вариант самодисциплины. Легкой, по принятию, без запретов. Но видеть, как себя организовать, очень важно. Как пример, программа питания, гормональный баланс включает большее количество жиров. на высшей границе нормы. 60 граммов в день точно надо есть. И причем и насыщенных жиров, в том числе животного происхождения, поскольку гормоны быстрее берут этот строительный материал. На веганстве гормональный фон может прям плыть. В коем случае не подумайте, что я критикую этот режим питания. Я его обожаю на самом деле. И точно знаю, что такое сыроедение на практике, и как оно что дает в долгосрочной перспективе. Не одним днем, а прям сезонами. Веганство там два года точно было. Не буду говорить слово строгое веганство. Вообще без животных жиров. Нет, для меня это был очень легкий вариант еды. Мне очень нравилось. Я прям наслаждалась этим процессом. Но мы будем проходить тему детокса. Тоже там это упомяну. Это будет завтра уже. У меня все-таки были высыпания на лице. Будь здоров, какие. Два года назад можете посмотреть. Гормональный фон имеет значение. Посмотреть в смысле IGTV, как выглядела я два года назад. На очень многих мерах, которые с одной стороны дают легкость и баланс, с другой стороны могут забирать сам строительный материал из клеток. Просто нужно понимать, что с вами происходит. Рассказываю, чтобы вы и это тоже учитывали. Если вдруг какие-то издержки, вот я уж все делаю, уж в голодовке зашла, там в десятидневной, а гормонального фона все нет. Вот поэтому его и нет. Нужно его, можно его и поднаесть. Здоровый кеторежим, что это значит? Значит, это кето-программа с повышенными жирами, с уменьшением, естественно, трансжиров. Это должны быть хорошие жиры. Омега-3, мы уже это говорили, без сахаров, чтобы не провоцировать воспалительные процессы, ну, простых, рафинированных. Здесь надо подразобраться, что есть углеводы и как они выглядят по цепочке усвояемости. Долгие, короткие, вот это все можно взять на факультатив. И обязательно этой программе и белки тоже по сниженной границе идут. Но почему жиры? Это строительный материал в гормональной сфере, не более того. Кеторежим можно брать, даже попробуйте на короткий прием. Вот кто там в ПМС заходит, чувствуете, вас прям несет на еду, просто невозможно. Вот это вот состояние убить всех хочется. Просто 2-3 дня на кеторежим переходите. Жиры в завтрак, обед, ужин. Это авокадо, хорошие орехи, там, урбичи. Небольшого количества достаточно. И сытость приходит, не знаю, творог, например, жирный, 9-процентный, будет в небольшом объеме вас насыщать, корицей там посыпать, не срываться на какие-то чизкейки. Вы свое получили, организм получил, это совсем другое качество тела будет. А суть одна и та же для наших рецепторов и нет никакой разницы. Наоборот, какие-то все-таки более сладкие вкусы концентрированные нас очень серьезно расхолаживают, разъедают и, конечно, меняют гормональный фон. А здесь будет очень хорошая стабильность. Плюс, нутрицептики очень хорошо работают. Без витамина D невозможно гормональный фон строить. Если есть дефицит, все, забудьте. Никакая синтетическая терапия не случится. Если нет в нужном объеме витамина D, он наедается за две недели. Ничего тут сложного нет. Хорошая жировая основа, правильный прием с продуктами, которые уже содержат витамин D из природных источников. Можно омеги поднаесть, но из продуктов питания достаточно. Уж в леном масле свежем, свежевыжатым, фреш, уж этой омеги просто пруд пруди. Даже не обязательно животных источников. Ну, в смысле, это и есть. Растительные источники самые лучшие для выстраивания наших мембран, стенок. И единственное, что строительный материал все-таки там, сливочное масло можно включить на завтраке. Можно рыбу жирных сортов включать на обеды, чтобы строительный материал из насыщенных жиров тоже был. Это быстрее, можно и только растительными, но насыщенные жиры быстрее этот процесс прям собирает. Ну, и плюс, конечно, внутри цептики есть фитоэстрогены. Их никто не не отменял. Из поля зрения не выносил. Фитоэстрогены очень хорошо достраивает гормональный фон, когда есть вот сбои. Например, там, ранний заход в климакс. У нас сейчас, к сожалению, после 30 лет фертильность у всех почему-то девочек сейчас падает. Хотя, я помню, там, в 16-18 лет, когда у нас была такая медицинская тусовка вместе друзей. И там каждый день были приколы из практики студентов, как там вызывают бабули 80-летние к себе домой скорую помощь, экспериментируя со всякими интимными игрушками, придуманными сами собой. И это был бесконечный поток развлечений. А сейчас я понимаю, что эти шутки, они просто исчезли из нашей жизни, потому что, как правило, после 30, даже после 25 могут уже начинаться проблемы с циклом по причине низкого либидо. И это очень интересный процесс, который мы, к сожалению, поднаели тоже из пластиковой еды, из большого количества фарм препаратов в еде. Ну, я имею ввиду гормональное мясо, например. Ну, вы тоже знаете все эти париколы, как мясная промышленность развивалась и сейчас наращивает обороты фермерства. Ну, здесь отдельная вообще тема, не будем в нее заходить. Так вот, фитоэстрогены, такие травки просто переработанные, которые ты пьешь и реально там в период климакс, он может и в 30 лет вдруг начаться, а может быть и там в 45. Вдруг решая вот эти приливы, вот эти вот проявления деструктивного поведения, только по причине того, что нервная система с эндокриной неразрывно связана. Здесь дисбаланс, здесь тоже будет прям бурлежка. Желая убрать бурлежку из своей жизни, вдруг женщины возвращают активные, месячные, возвращают фертильность за счет просто приемов фитоэстрогенов, они абсолютно невинные, без побочных эффектов, дозировками можно управлять, что ты хочешь, или сопроводить процесс и чувствовать себя хорошо, или вернуть фертильность. Забавно будет работать, если все предыдущие пункты вы принимаете тоже в свою жизнь, с хорошим сном и так далее. программа питания напоминаю, что у нас будет вся подборка материала в конце нашего седьмого дня, чтобы каждый день не присылать никому ссылки, мы просто все в одну копилку соберем, и у вас будет тот же самый конструктор, который дает и список продуктов, чтобы вы вариативно не любите вы криле или там вакаме водоросли, где омега все-таки есть растительное, или там урбич из лена не можете есть, потому что он к небу прилипает, да не надо, возьмете другие варианты продуктов. В гормональном балансе будут и тренировки тоже, как пример, потому что тренировочная активность очень хорошо стимулирует гормональную сферу. На гиподинамии в гормональный баланс невозможно зайти. Сколько бы вы синтетики не пили, эта подкрутка искусственная, она вас не будет приводить к здоровью. Но сама тропину уж точно можно отрегулировать. Это уже очень хорошая база для восстановления всего тела. И финал, как мы любим, экспресс-методы. Мои любимые эфирные масла обязательно покажу. Почему? Потому что это самое точное попадание в эндокринную систему из всех возможных приемчиков. и если эфирные масла сравнивать с другими приемами, то вернее сравнивать воздействие эфирных масел на разные наши системы организма, выделительные системы, мы вот желудочно-кишечный тракт разбирали, вчера разбирали респираторную систему дыхательные пути. Все, конечно, попадает в цель, но какие бы приемы мы не использовали, синяк возник, наносим лаванду, и мы одновременно работаем с эндокринной системой. Хотя думаем, что лечим синяк, борез или прочее. Мне пишут, Наташа, что сделать? Я заболеваю, что на стопы нанести, что выпить внутрь? Ну окей, мы все это делаем, но когда мы дышим, знайте, вы влияете на свою гормональную систему. И только лишь по причине приема внутрь эфирных масел, вот вы решили, что вам надо курс там, детокс делать, и первое, второе, третье, знайте, что параллельно вот этот шаг полгода вперед взаимодействие с эфирными маслами будет включать систему саморегуляции. Чтобы вы не хотели, как бы вы не избегали этого процесса, вдруг он все равно будет. Почему? Потому что обонятельная система у нас так устроена. Вот мы вдыхаем любой запах, если это синтетика, то у нас будет действительно болеть голова, духи, вот синтетически будут душить прям щитовидную железу. Я уже лет наверное 15, может быть ближе к 20 не ношу на себе синтетические духи, потому что невозможно вот это все на себе было когда-то еще давно, может быть даже не в особо сознательном возрасте все это делать. А с эфирными маслами я работаю чуть больше двух лет всего лишь. И вот этот долгий период я вообще на себе никакие запахи не принимала и даже там какие-то уходовые процедуры просто пожалуйста без всяких отдушек уж точно аэрозольные эти дезодоранты зайти в зал после тренировки просто невозможно. Насколько там девчонки себя там заливают всем подряд просто думаешь стоп вот что делают эфирные масла любые запахи но мы говорим про природу которая принимается генетикой от эфирных масел не болит голова никогда если это без грамма синтетики если это чистота органик вариант лучше пищевой самая концентрированная с чем работать терапевты вы берете капельку эфирного масла просто там вдыхаете уходовые процедуры за лицом например с розы биоревитализацию делать или действительно лавандой синяк убираете или ребенка успокаиваете вы же сами дышите и через обонятельные рецепторы буквально за несколько секунд до лей секунд даже летучие эфиры доходят до гипоталамуса куда ни один скальпель хирурга не зайдет он спрятан глубоко в лимбической системе это кора головного мозга подкорка вот этой корой мы себя закошмариваем подкорка дает нам все-таки истинное требование желание которое мы не слушаем и подавляем вот он дисбаланс гормонов а снизу гениальная лимбическая система самый древний вообще мозг наш который знает что надо делать расслабься зайди в нужное состояние и вот там есть гипоталамус это очень маленький небольшой орган который регулирует всю эндокринную систему он посылает импульсы в гипофиз гипофиз дальше посылает импульсы в щитовидную железу и идет дальше распределение по всему телу надпочечники яичники вот каждая даже клетка печень очень много агентов содержит кто принимает гормоны витамин D допустим тире гормоны заходит во все органы нашего тела и везде есть рецепторы которые принимают вот гипоталамус управляет этим богатейшим танцем который невозможно взять там где-то за хвост открутить назад и искусственно синтетикой вот прям вот докрутить чтобы мы вот хорошо себя чувствовали это невозможно но возможно создать условия для саморегуляции это все что делают эфирные масла все просто несмотря на сложность системы все реально просто подышать мы можем и дыханием это сделать чуть подольше но если мы дышим эфирами допустим они же разные есть релаксанты есть тонизирующие есть большинство адаптогенов буквально там несколько секунд это серьезнейший прием ароматерапии вы просто дышите самый важный пункт тем эфирным маслом которое нравится по принятию сейчас нравится мята будет мята лаванда будет лаванда это она попадает как раз запрос цитрусовые все работают на эту функцию пряности восстанавливают саму физиологию и вот с пряностями конечно нужно повыбирать не всем корица подойдет хотя она самая гормональная корица вот с нее начинается гормональная терапия по органам малого таза это промасливание бедер прям массажами это запуск нужного кровотока для обновления может не всем подходить потому что отторжение страшно либидо вдруг начнется опять это что надо с мужчинами что ли как-то отношения строить может кому-то и не надо уже вот поэтому корица может быть это я как пример говорю масла нужно чувствовать и есть такой термин промасливание вот вы начинаете казалось бы да с простейших цитрусов вот ничего не нравится а грейпфрут огонь все работаем только с грейпфрутом делаем массажи дышим можно там до еды после еды контролировать регулировать голод можно докапывать в еду подъедать активно в правильных дозировках просто промасливаться со всех сторон есть такой термин и одновременно решать колоссальное количество задач уж грейпфрут он настолько простой абсолютно всем доступный только пищевой берите не ерунду синтетическую которая ничего не сделает и вы во-первых тело свое принимаете нет вот этого я толстая мне нечего надеть контролируете аппетит легче даже после недосыпа очень хорошо заходите в изменение липолиза жирового обмена чтобы не накапливать эти дисфункции по телу даже за счет жировой ткани мы же тоже теряем гормональный баланс когда набираем вес это факт с чего начинается все и можно дальше после того как вы себя промаслили самыми простыми эфирными маслами поработали с пряностями эпизодами там мы вчера ангард разбирали там пожалуйста есть корица гвоздик уже в составе апельсин есть в составе можно с ним просто работать думаете что работаете ОРЗ ОРВ там на стопы нанесли а на самом деле еще и гормональный балансик вот и после этого можно заходить уже в женские и морские гормональные эфирные масла это прям целая группа линейка у нас будет протокол ну не протокол не буду это называть а список перечень тех эфиров с которыми можно вот сюда зайти в нашу общей копилку в итоге там будет и почули и магнолия жасмин розы такие штучки которые содержат феромоноподобные вещества в своем составе штучки в смысле эфирные масла по молекулярной формуле очень интересное воздействие но пока болит хотелось сказать душа но нет пока идут какие-то воспалительные процессы в теле пока нет регуляции аппетита заходить женские мужские гормональные ну знаете с натяжечкой почули не зайдет в этом состоянии а как только ты себя напитываешь вот прям все почули просто прям как как песня ложится на весь наш запрос вот такая история на сегодня давайте я включу комментарии и обсудим ваши личные кейсы возможно будет важно я например пока сидела кто заметил это не специально прошу заметьте я так каждый прямой эфир веду вот уже два года это просто находка когда ты более того все сложные переговоры какие-то проекты вот этот вопрос Наташа как вы успеваете он мне непонятен потому что я сижу реально промасливаюсь я просто сижу и наслаждаюсь процессом вот там пишут люблю масло почули у меня есть составчики тоже очень люблю это прям гурманы эфир конечно конечно мы сохраняем более того у нас все эфиры копятся в сериале IGTV прямые эфиры с Ульгой вы можете ко мне зайти там все очень хорошо собрано плюс Вова дублирует все на ютуб кому-то там удобнее смотреть Омега-3 Сайхерп тоже синтетика ну Омега-3 это такой доступный материал единственный нет смысла его синтезировать зачем он везде вообще в природе есть единственное правильно очищать как правило берут я с Айхерп ни разу не работала у меня нет даже там ссылки каких-то там реферальных я не пользуюсь этой системой во-первых Омега везде есть ничего с ней не надо придумывать уж тем более смотрите источники из чего из крупных рыб я не беру и вернее клиентам не даю не только там себе просто тяжелые металлы могут заходить спокойно в капсулу вместе с этой ребёхи что там кожу очищают и забирают Омега-3 но криль маленькая рыбка может быть микс с растительными источниками какая-нибудь вакамышечка водоросль прекрасный источник Омега-3 льняное масло урбичи вот сюда любые ну как правило там грецкий орех шикарное содержит Омега по количеству не заморачивайтесь её можно наесть это не обязательно прям вот но если вы в неблагоприятной по ну может быть экологии среде может быть действительно нет разнообразия в питании то конечно стоит пропить смотрите на дозировки они разные европейские российские у многих запутывают сколько кого чего пить так если я работаю в ночь то как помочь гормональному балансу самой Оль вот я прям вам сочувствую по всем вообще человеческим законам вообще по всему я знаю что такое работать в ночь на меня просто опыт был где я собственно и уничтожила своё тело по физиологии вообще по телефону об стену била в политических проектах когда я организовывала мероприятие там как раз ночные все эти акции что нужно быть всегда на телефоне это ужасное состояние как себе помочь есть у меня она не будет здесь включена поскольку это вы за скобками здоровья есть программа питания ночная она называется рамадан на самом деле тоже по причине у всех разные причины и там единственное что нужно убирать рафинированные углеводы все клетчатка легкий белок легкие жиры очень внимательно программа питания буквально небольшими перекусами а ночью хочется сладкого жирного одновременно это просто тяжело и вот панацея будет с эфирными маслами у вас апельсин грейпфрут корица гвоздика все это должно быть просто вот на себе вот прям купаться в них это будет помогать но когда ко мне приходят такие клиенты я прям договариваюсь что такой режим может быть на два года если мы хотим не накопить серьезные проблемы со здоровьем и потом иметь шанс восстановиться они все равно будут дисфункции вес сложно контролировать много очень очень много издержек но по крайней мере это точка возврата если это мужчинам проще кстати в ночные все эти смены заходить просто с аппетитом нужно справляться но на женщин это колоссально разрушительно работает режим мы прям договаривались что там два года и нужно все-таки образ жизни менять за это время можно намедитировать так что все меняется можно какие бы тяжелые ситуации не были от полугода до двух лет этот шаг надо прям поработать с собой вот ребенка один месяц он нарушен с утра хочется сладкого ужасного да я вас прекрасно понимаю тоже скоро сюда зайду как коллега коллеги лавандой промасливать себя на ночь спать днем восстанавливать хотя бы не перегружать нервную систему в течение дня ребенок отдыхает вы тоже спите потому что один месяц там цикл 40 минут час идет на обновление вместе с ним подстраиваться по-другому никак и лавандочки себя вот в ночь чтобы хотя бы первые вот эти часы вы ложитесь раньше спать 7 часов вечера ребенок заснул не знаете в ночь не в ночь ложитесь с ним вот кажется дичь но нетфликс посмотрите когда-нибудь потом не обязательно чем раньше легли спать тем лучшее качество сна и вы с 7 вечера до 10 можете так хорошо выспаться что ночные вот эти вот поверхностные издержки легко будут справляться самое главное качество сна вот пораньше лечь в 9 шикарно вообще 9, 10, 11 вы уже 3 часа хотя бы доберете здоровье вот где достать шпаргалку по эфирным маслам напишите мне в директ я вам дам все эти явки пароли что делать там справочник пришлю чтобы вы не терялись какое масло помогает уснуть очень плохо сплю мне очень помогает лаванда вот прям очень-очень до смешного когда я вечером веду всякие вебинары эмоционально заряжаешься от людей я там мы рано ложимся спать там 10 часов мы уже точно в кровати и если я еще продолжаю болтать вот это просто муж спокойненько так вот берет сверху маслица такой на подушку закрыв я все еще говорю потом понимаю что он делает такая блин так не честно ну проходит пару минут я прям сдаюсь такая ладно и все поняла лаванда лаванда ходит во многие составы если говорить там про конкретную фирму дотера допустим есть шикарное эфирное масло сиренити можно с ладаном тоже поработать баланс тоже очень люблю прям на стопы нанести сейчас я зафанатела не знаю почему два года вообще не доходило до этой йога коллекции она просто потрясающая не могу от нее оторваться здесь и пачулька будет с ладаном такие знаете с лавандой вот такой состав просто вот энкор ну якорение допустим можно так перевести но в составе обратите внимание лаванда кетер ладан корица сандал пачули и черный перец это просто какая-то чума я не могу от него оторваться мне хочется его просто выпить вот так поэтому правильный вопрос какое масло всякое которое очень нравится и в какой-то момент в жару вас мята будет вообще просто спасать так куда придут все материалы с конструктором никуда не придут надежды мы договаривались с первого самого эфира что вы даете обратную связь мне я понимаю в директ например пишите или в комментариях после сохранения NGTV что вам это важно вы эту тему берете понимаете слушаете не просто зашли в последний день там в седьмой когда будет резюме по всем материалам и забрали эту ссылку а вы со мной в процессе потому что дать ссылку на все программы питания гормональный баланс желудочно-кишечный тракт здоровья и так далее это что называется не в коня корм потому что ничего не понятно ты открываешь эту таблицу думаешь и чего да ну Шульга ерунду какую-то дала в топку все это уберете нет мне так не нужно мне нужна конверсия вашего вовлечения вот такой у нас энергообмен чтобы я не просто так в холостую выходила в прямые эфиры достаточно в директ просто дать обратную связь что вам понравилось что про вас что сложно и в конце когда ну собственно эта ссылка у нас общая будет вы мне напишите в директ опять там Наташа мне нужно я хочу я буду видеть что вы в теме что это не просто не просто так случайно заскочил и забрал вот в этом есть большой смысл кто понимает в чем смысл тоже напишите комментарий можно ли тренироваться с 15 до 16 можно и нужно конечно а в чем проблема особенно объемчики силовые прекрасно даже можно успеть в это время отпрыгать какую-нибудь гормональную тренировку как бустер сделать какой-нибудь короткий кроссфит комплекс без серьезного там веса бёрпи отпрыгать ну что-нибудь такое какие духи вы употребляете вот у меня эфирные масла как духи вы что это такая молекулярная штука есть уиспер это вообще составчик здесь собраны все афродизиаки эфирных масел шепот это это просто такая штучка знаете ли которая работает на всех и всегда даже для мужчин ну в смысле считается что это как бы женская смесь но на самом деле там вообще-то бергамот тоже сандал извините на всех ароматы разные просто разные есть концентрат 5 мл есть теперь в роллере и он с кокосовым маслом он понежнее потому что концентрат его прям надо чуть-чуть а это уже ну это самостоятельные духи на самом деле лучше чем все возможные синтетические варианты по-другому не работает а зачем нам синтетика если с ней душно ходить а это заходит и в кровоток под кожу и вашу молекулярную основу меняет и состояние меняет не просто вы как-то вдруг привлекательно для кого-то пахнете нет не в этом смысл вы привлекательны для самой себя вот прям заходите в нужное состояние а там знаете феромоны они такие же естественно начинают уже вырабатываться и все прекрасно все будут подходить и что это как вы вообще кто ну что давайте завершать эфир благодарю вас за теплую обратную связь спрашивают про практики я пришлю свою любимую почему про диспензер вспомнил у всех свои техники мне нравится у него медитация я ссылку на литрес добавлю давайте в копилку я его люблю очень хорошо технично обновляет кто не любит медитировать знаете здесь не нужно прям вот чтобы никто не мешал собака не гавкнула нет это прям хорошая работа с нейронами если этот процесс один раз прочувствовать понять все вы решаете все вопросы на всю жизнь в любой непонятной ситуации вы начинаете с собой работать вот она техника саморегуляции да завершаем эфир очень много комментариев обратной связи всех благодарю сохраняю завтра мы продолжаем завтра у нас детокс я знаю многие ждали что бы ни происходило детокс всегда будет в топе почему-то так если вам не хватает информации по ссылкам по каким-то инструкциям пишите мы как раз будем с вами вконтакте о чем и договаривались вижу да что комментарии что центральной нейросистеме было сложно прекрасно фиксируйте потому что там где сложно это зона тьмы туда и нужно идти там где непонятно страшненько чего делать вот сюда нужно идти прям саморегуляция реально отсюда начинается может быть правда сложно но один раз себя настроить вот то с чего мы начинали отстать от себя отстать от других и захотеть зайти в другие состояния в здоровье в новые ощущения от себя и от других от жизни и так далее сложно но как только зайдете на эту волну все вся жизнь будет собрана как нужно всех благодарю до завтра в 10 утра продолжаем это был третий день наших прямых эфиров с шульгой неделя здоровья продолжается набирает обороты сегодня был гормональный баланс всем важно очень острая актуальная тема возможно где-то болезненная но сегодня мы разбираем ее мягко вкратчивая самое главное с правильной основой с нашей базы продолжаем Продолжение следует...